Сегодня посмотрим, сегодняшнее занятие посвящено одному автору, Казалинскому Гоану, и посмотрим некоторые идеи, которые он говорит. Они очень систематические, очень краткие, очень структурные. Глубину их мы через 30-40 лет тоже не поймем, но по крайней мере общий листикон и общие понятия, будем надеяться, мы сегодня поставимся покрыть. Начнем со следующей идеи. Если нас бы попросили охарактеризовать, что такое ТОРа, что с тобой, книга ТОРа пяти книжек, привезти с магазина, купили новенький ТОР. И наш сосед или соседка спросили у нас, что это такое, что в ней написано. Если в двух словах охарактеризовать, мы бы сказали скорее всего две вещи. Если подумать, в ТОРе есть два аспекта, которые на первый взгляд мы видим. Это свод законов, книга закона, в которой мы живем. И это определенные рассказы, как бы рассказы ТОРе, которые мы извлекаем в Родине. У нас это исторические события, там описано строение мира, рассказы про родцов, из которых мы можем извлечь определенные нравственные и моральные уроки. Это две вещи, о чем эта книга, о этих двух вещах. Это свод Божьих законов и рассказы ТОРе. Что Вилл Нагорин говорит, что ТОРа гораздо больше этого. И наше вступление сегодня мы сфокусируемся на структуре ТОРа. ТОРа является очерком, переписью всех событий мира. От начала творения мира до конца творения мира. Первая модель, это вот неплохая модель, если мы возьмем семя, семя. Семя, которое еще не провисло, как бы семя, которое у нас на столе. Семя, скажем, дерева. Это семя для человека, который знает, как читать генетический код этого семени. Он по семени может определить высоту этого дерева, плоды этого дерева, его листву, его долголетие. Как бы все будущие события этого дерева можно определить по семени. И ТОРа является этим семенем. Она является семенем мира всей Вселенной. Как бы в ней есть от начала ТОРа до конца, есть все события, которые не только события общей истории, какие будут войны, какие будут матератики, какие будут виды животных, но и события каждого человека ежедневно, ежеминутно. Более того, не только людей, даже животных, не только животных, даже растений, не только растений, даже неудушевленных предметов в любое время. Что вы сегодня кушаете на завтрак, тоже ТОРа есть каким-то образом. Это космическая идея, которая здесь не заканчивается. Более того, эта идея имеет различные масштабы. Как бы более широкий масштаб, это все пятикнижки. Более сжатый масштаб этой же идеи, которая включается во все, это первое книготворение. Она более сжата, в более общей масштабе, имеет всю ТОРу и также все бытие. Еще более вжата в масштабе, это первый рассказ ТОРа, это самоотворение. А еще более сжата в масштабе, это первое предложение, которое имеет семь слов. И как мы начали одинноборожном занятии, эти семь слов соответствуют семи тысячи лет. Есть шесть дней творения, которые в следствии шесть тысяч лет развития мира. И седьмой день, это суббота, это завершение кульминации мира. Поэтому в самом сжатом масштабе все, что было, есть и будет находится в первом предложении. Более того, если мы продолжим нашу аналогию с семенем, семя это очень хорошая аналогия, потому что в мире все структуры отражают, физические структуры отражают, духовные структуры. Если мы видим, что есть семя, в котором или ДНК человека, или определенное начало, в котором заложена вся информация, которая после этого разовьется в будущем, если мы посмотрим на семя, семя это не просто план, это не макет, это не описание того, что будет. Это описание, но это также механизм воплощения. Как бы в семени есть два вещи. Как бы в семени, если ее прочитать правильно, можно предугадать то, что будет. Но это не только предсказывание, это также за счет этого семени это предсказание воплотиться в действительность. Семя, оно и информационное, и динамичное воплощение того, что будет. И это два аспекта Тора. Как бы это наше вступление. Поэтому, если ваш сосед или соседка смотрит, что такое Тора, это более глобальное описание. Тора является семенем бытия, в которой есть информация о нем, и также механизм воплощения о том, что есть в настоящем, и то, что будет в будущем. Это первое. Теперь посмотрим на структуру времени, исходя из этого же семени. Как бы если мы посмотрим на семя, у семени есть, как бы семя это хорошая, чем больше об этом думают, тем лучше это выражает то, что он говорит. У семени есть определенная тенденция. Начинается, начинается дерево семени, оно так, что завершается семя. Как бы есть определенный цикл. Семя начинается, и конец этого цикла, это тоже семя, которое может породить новое дерево, если, правда, три благоприятных условий. У времени есть эти три точки. Есть начало, есть середина и есть завершение. Как бы есть у времени, то есть настоящее, будущее, прошлое. Интересно, эта идея настоящего будущего и прошлого, которая является цикловой, у которой есть круг, круг, который начинает время, есть дуга окружности этого круга, которое является настоящим, и конец времени. Как бы у всего мы говорим на прошлой деле, что у времени тоже было начало. До материи не было времени. У времени было определенное начало, у времени будет конец. Есть просто середина времени, которая является настоящим. Если мы даже посмотрим на грамматику и вейта. У грамматики и вейта, допустим, есть различные формы. Допустим, возьмем любой глагол. Возьмем любой глагол, скажем, great. Скажем, есть прошедшая форма глагола great, это amar, он сказал. Есть другая форма этого же глагола, которая является, есть простое прошлое и сложное прошлое. Сложное прошлое, не потому что оно проблемное. Это просто сложная структура. Можно сделать прошлое с двумя путями. Или просто сказать, омар, он сказал. Или сказать вайоймер. Сделать из омар будущее, йомар. Потом подключить к нему в, и это перебрасывает из будущего в прошлое. То же самое. Есть переброска из прошлого в будущее. Что говорит нам структура, что не только в жизни человека, не только во времени, но даже в лексиконной грамматике тоже есть понятие. Прошлого, настоящего и будущего, где будущее и прошлое, они очень близкие соседи. Настоящее, оно может очень далеко от прошлого и будущего. Но само близкое, на самые близкие соседи, это начало цикла и конец. То есть у нас круг. Начинаем круг. У круга, скажем, в любой момент круга, у него есть начало. Как бы любая круговая вещь. Начало этой игрушки здесь. Потом, это его начало. Потом идет настоящее, которое может занимать 150 лет. Но завершается начало и конец, они очень близко друг к другу, они очень близкие соседи. Начало и прошлое, в настоящее мы этого не видим. Потому что во время этих 20 лет, когда мы идем по миру, мы находимся далеко от начала и далеко от конца, будем надеяться. Но само начало и конец, они являются очень близкими соседями. Поэтому начало и конец, они очень близки друг к другу. И все процессы мира, которые имеют начало, они стремятся к концу. Они стремятся к завершению. У них есть определенный цикловой смысл. Они начинаются. Что вводит на заблуждение? Это середина. Это дуга середины. Часто сбивает нам с толку, потому что мы теряем связь с началом и явно забыли о конце. Но все вещи и времени исключения имеют начало, середину и конец и стремление времени, и стремление всех процессов к завершению, которые близко к началу. Это цикл, который мы сегодня будем довольно часто встречать. Идея следующая. Это повторяя идея третья. Как мы увидим, какие идеи связаны друг с другом, дополняя друг к другу. Следующая вещь. Есть традиция, которая говорит, что у каждого человека, с которого мы сегодня начали, есть определенный корень в Торе. Можно увидеть, просто если знать, как читать Торе, можно каждого из нас там описать, встретить нас сами в этой Торе. Поэтому есть традиция, которая говорит, что есть 600 тысяч букв в Торе. Потому что, когда мы пришли из Египта, было 600 тысяч душ. И каждая душа, согласно этой традиции, выражается в букве Торе. Так говорит традиция. Это будет домашнее задание. Сегодня мы считать не будем. Но если мы пересчитаем все буквы Торе, это вам надо в течение недели посчитать. Вы не найдете там 600 тысяч. Там, мне кажется, если не ошибаюсь, чуть меньше половины. Около 300 тысяч букв. Что же имеется в виду, когда традиция говорит, что у каждого человека есть свое выражение, а вторая своя буква. Идея здесь, что, как мы сегодня будем обсуждать, у каждого человека есть свое выражение. Не все выражены целые буквы. Есть четыре элемента. Есть целая буква. Есть фрагмент буквы. Есть украшение буквы. Некоторые буквы. Есть корона. Если вы посмотрите на свиток Торе. Есть огласовка буквы. Есть люди с большим потенциалом, которые выражены целые буквы. Есть люди, которые лимитированы по целым, лимитированы жизненные задачи. Не дай Бог, когда мы слышим о событии, когда ушел из жизни ребенок. Это не всегда. И, скорее всего, это не наказание. Это просто определенная лимитация изначально. Как бы у него была лимитированная работа в этом мире. Как бы у него была не полная буква. Поэтому, хотя, да, есть 600 тысяч элементов. Не все выражены полной буквой. У него некоторая задача потенциально большая. Это полная буква. Это максимальная выраженная задача. У некоторых изначально задача была меньше. Также, если мы говорим, что это книга. Книга Тора является книгой творения. Это семья. Были люди и, возможно, даже в каждом поколении есть такой человек, который имеет доступ к этой книге. Явно люди Калибра, как Авраам или как Одам, они могли эту книгу читать. И не только потому, что Всевышний давал им пророчества, которые говорили о будущем. Но также, как человек, который знает, как читать генетический код семени. Он может предугадать. Но это не предугадать. Он знает, что теперь происходит. Он не загадывает будущее. Он знает, что происходит теперь. И на основании понимания настоящего. Он может знать, насколько это дело будет жить. Сколько у него будет ветвь. Сколько у него будет плодов. Какая у него будет листва. Какого качества будут плоды. Это все человек может познать из доступа к настоящему. И люди Калибра, как Одам или Аврам, имели доступ к настоящему. Более того, если мы посмотрим структурно на Тору, как бы мы не задумываясь об этом, но у текста, как бы мы пришли домой и принесли Том Тора. У этого Тома первое, что соседка спросила, что о чем там написано. Мы уже получаем представление о чем там написано. Теперь поговорим о формате, как там написано. У текста, как бы пока мы не говорим про смысл, только на первая знакомость с текстом, с буквами Тора, есть четыре аспекта. Первый аспект – это буквы, как они написаны. Как бы это самый выраженный аспект. Это то, что бросается в глаза. Мы открываем страницу в виде буквы, которые формируют слова, которые формируют предложения, абзацы, истории, книги Тора. Но первый элемент любого текста, с которого мы превосходили, как мы люди, читающие книги не только Тора, мы читаем любую книгу. Как бы первый элемент любой книги – это буквы, которая самая маленькая ячейка любой книги – это буквы. У Тора также уписанные, которые зачастую, если мы покупаем Тору, это не написано в Торе, но есть некоторое издание Тора, которое сохранено изначально формат, есть также украшения. Есть короны – не все буквы, но некоторые буквы – как Шин, как Зайн, как Ламбет. Они имеют короны, которые, опять-таки, обычно в стандартном написании не отсутствуют. Но есть издание Торы, которое написано Тора, как она в свитке в Торе. И в свитке Торы в некоторых изданиях сохранен формат написания букв, как он есть в Торе. Торе – это украшение букв. Есть сама буква, просто напечатанная, написанная от руки. А есть также второй элемент, который тоже бросается в глаза, который при самом беглом контакте мы можем увидеть. Это второй аспект. Это второй аспект – украшение. Буква есть украшение. Также есть третий и четвертый аспект, который не бросается в глаза. Третий аспект, который в Торе, в свитке Торе, по крайней мере, не виден – это его огласовка. Это гласная. Нам это не привычно. Если человек, который читает русский или английский, есть согласный. Есть гласный. В Торе написано только согласный. Нет гласных. Гласные являются функцией традиции. В тексте Торе есть только согласный. В свитке Торе только согласный. В нашем книге «Память Нижнего Магазина» там на основании традиции намечены гласные, но в свитке Торе мы их не видим. Это является устным предложением, устной традицией – это гласные Торы. А это имеет какой-то смысл – отсутствие гласных? Хорошо, наверное, мы сейчас посмотрим наше сегодняшнее занятие. Четвертый элемент – это знаки припинания, которые отсутствуют в тексте Торе. Там нет ни точек, ни запятых, ни знаков попросительных, ни знаков подсклицательных. Никаких элементов, которые тонной интонации, пауз, больше пауз, меньше пауз, который присутствует традицией. Любой человек, который тренируется чтению Тора, ему передают традиции чтения со всеми знаками упоминаниями, но в самом свитке тексте она отсутствует. Причина этого – почему у нас есть два выраженных элемента, а два скрытых элемента, в смысле, что они тайны, но они не находятся на поверхности. Потому что сегодняшнее занятие – это занятие понятия структуры. Мы, знаете, из-за того, что мы бегло и недосконально говорили про структуру мира, про структуру Тора, про структуру времени. У Тора и у человека есть соответствующая структура. А именно, у человека есть тело и есть жизнь этого тела. С этим мы встречаемся при беглом обзоре. Как бы наше беглое знакомство с любым человеком говорит нам, что это человек, а не обезьяна, и он живой. Как бы эти две вещи мы можем определить по человеку сразу же. Даже спящего человека можно отличить от мертвеца. Как бы человек живой или он человек, а не животное. Или же он живой или нет – это можно определить сразу. Как бы это то, что бросается в глаза. Это первые два аспекта – это буква, это сам присутствие человека и его украшение. Что украшает человека – это его жизнь. Жизнь – это его украшение. Это и они связаны. Будем надеяться. Они связаны. Как бы всегда это украшение, оно прикреплено к букве. Оно никогда не над буквой. Допустим, корона. Очень часто рисуют короны, которые являются над чем-то. Это всегда для того, чтобы это было кошерным свитком. В кошерном свитке все короны, все украшения, они написаны и они должны быть слитными. Потому что душа и жизнь человека и его тело – они слитны. Они вместе. Они не одна, они слитны. Это первые два элемента человека. У человека есть еще два элемента, которые при беглом знакомстве мы не видим. Это его дух, который нам не можем его понять, но не сразу. Это направление, которое говорит, какой он человек. Он человек энергичный или он человек ленивый? Он человек, который заинтересованный, активный или который пассивный? Какое направление он принимает в жизни? Да, первое знакомство человека говорит, что он человек, а не обезьяна. Мы видим, что он живой, а не мертвый. Но в каком направлении он направляется – это требует время, это на лицо не видно. Это озвучание. Это звук. Звук дает направлению тексту. Это его озвучание. Интонация – это еще более скорректно. Это не просто направление, это его душа. Как бы две вещи прилагательные, которые прилагаются к тексту, которые являются предметом устной традиции, которые не видно на лицо – это два других аспекта человека. Это кроме тела, кроме жизни, которая находится в теле, у тела еще есть два аспекта. А именно – это его направление, это руах, это его дух, который направляет человека, и его душа. Это огласовка и интонация, знаки поминания, с которыми мы читаем текст. Это структура, которая очень важна. Когда мы теперь понимаем, есть структура Тора, есть структура человека, и они соответствуют друг другу. Как бы это не просто напоминание у нас есть. Это просто так, чтобы мы не забыли, какая у нас структура, в Торе это написано. У семени и у листвы, которую она произведет, есть соответствие. Каждый элемент семени, в нем можно проследить листву, ветви и рост этого дерева, потому что они соответствуют друг другу, как мы сейчас увидим. Хотя и посмотрим некоторые элементы этого соответствия. До этого мы знакомы, что это первая вещь, как только мы принесли наш учебник Тора домой, и как только мы начинаем его читать, одна из первых вещей, которая сбивает нас с толка, это интерпретации Тора. Когда мы читаем Тора, будь ли это письменный текст, особенно если это устная традиция, мы наталкиваемся на то, что на первый взгляд нам кажется немножко странно, мягко говоря, что у нас есть различные интерпретации, есть различные мнения. Выражается это в двух числах. Есть 50 аспектов Торы и есть 70 аспектов Торы. Эти два числа не противоречат друг другу, они дополняют друг другу, потому что у Торы есть два аспекта. Есть письменная Тора, есть устная Тора. Письменная Тора имеет 49 или 50 аспектов, и это то же самое число, просто есть полное развитие, есть неполное развитие. Сейчас мы, например, мы находимся в периоде, которая называется с вирусом Оемер, мы считаем дни. Сегодня 22-й день. 22-й день отчета, это мы вышли из 1 до 22 дня тому назад, и через, на 50-й день, через 27 дней мы придем к Грэйсина и получим Тору. Это всего составляет 49 аспектов получения письменной Торы. И когда они все накапливаются и собираются в одно, у нас на 50-й день появляется письменная Тора. Это идея письменной Торы, которая имеет аспекты. Каждый аспект является своё мнение, это своя грань. Тора, она не однозначная, она многогранная. И если мнения, они истинные, не все мнения являются выражением грани Торы, но истинные мнения может быть больше, чем одна. Потому что есть больше, чем человек смотрит на ценный камень. У него есть много граней. Каждый человек смотрит с этого угла и с этого угла. И каждый из них может быть, есть некоторые, которые фальшивые, которые не Всевышний дал, которые не отмойши, которые люди сами придумали, это фальшивомонетчики. Их не интерпретации, их не грани, они пусты и фальшивы. Но только потому, что их больше, чем одна, это не знак фальшивомонетчика. Только потому, что у Торы есть 50 граней, и мы видим 70 граней, это является аспектом устной Торы. 50 или 49 – это аспекты письменной Торы. 70 – это аспекты устного приложения. Тот факт с различными мнениями, интерпретацией в потенциале, это еще не значит, что одно из них неверное, одно из них ложное. Это просто даже в модели, когда один чудесный ранее Торы, что Всевышний дал Мойше две скрижали, которые можно было прочесть с любой грани этого куба. Или сверху, или сбоку, или с любого боку. Этот текст высвечивался одинаково, что являлось одном из чудес раздорования Торов. Но это является ссылкой, что у Торы есть различные грани, и каждая из них верна. И опять эти, есть которые ложные, которые не Всевышнего, которые не через Мойше, но сам потенциал различных грани в устные Торы, которые 70, или в письменные Торы, которые 50, и когда мы вернемся, это не значит, что это ложная, одна из них ложная идея. Можно спросить? Да. Вот Вы сравниваете Тору с зерном, да? И у зерна тоже один генетик посмотрел и видит это, другой генетик посмотрел и видит другое? Опять-таки, если они смотрят на ту самую действительность и смотрят разные аспекты, это может быть не оба проблем. Если, может быть, какой-то начинающий генетик, который еще не знает, на что он смотрит, то он видит какую-то ложную картину. Это зависимо от того, кто смотрит. Но если два знающих не смотрят на различные грани, возможно, у него повернут. У каждого свое мнение по этому поводу. А это не мнение, это просто другой аспект. Видение. Да, есть понятие, что когда человек смотрит на другого человека, и он смотрит, что это такое. Один посмотрит, это печень, другой скажет, это глаз, третий скажет, это мозг, четвертый скажет, это сердце. Каждый из них по-своему прав. Все эти версии, кто-то скажет, что это кожа человека, кто-то скажет, что это его волосы. Каждый из них прав. Некоторые из них показывают более ключевые органы. То та грань, которая является ключевая, скажем, мозг или сердце, это является еврейским законом. Те мнения, которые являются верными, но не основными, это не часть закона. Когда осуждаются различные мнения и одно является законом, то мнение, которое является ключевое, то является выражено в законе как норматива поведения. Другие являются верными, которые не являются нормативом поведения, но они тоже описывают действительность. А есть третья категория шаманитчиков, которые не смотрят на действительность, или понимают, что они видят одно, а думают о другом. И это вообще не является частью никакого закона, это просто является ложной верностью. И это просто нет, а мне просто между двумя правдивыми. Ага, да. Мы сказали, что у ТОРС 50 грани потенциали, поэтому швуас наступает на 50-й день. Мы отсчитываем только 49 дней, как у нас есть митцва отчета, как у нас один из заветов, это что мы каждый день ежедневно, допустим, в начале дня, когда начинается вечером, мы каждый день отсчитываем дни. Допустим, вчера вечером мы сказали, сегодня 22-й день. Сегодня вечером мы скажем, следующий день. И так постепенно, 24-й, 25-й, 26-й, будем считать дни. Если всего 50 дней, 50-й день швуаса, почему 50-й мы не считаем? То есть, если уже считают, то считают все. Мы считаем только подготовительные дни, а последние, кульминация, это само дарование, то почему-то мы не считаем. Идея здесь очень важная, потому что 50-й уровень – это сверхуровня человеческого понимания. Он недоступен человеку, по крайней мере, на том уровне, в котором человек находится теперь. Единственный человек, который ближе всего, было два человека, которые подошли очень близко, один ближе другого – это Одо и Миша. Одо был самый близкий. Он находился, был создан Всевышним, он не находился на 50-м уровне понимания, но он подходился к нему близко. У него был потенциал получить этот уровень, поскольку он был бессмертен, без пророка. И если он бы продержался в райском саду еще немножко, он бы дошел бы до цели творения и подошел бы на 50-й уровень. Когда Тора говорит о изгнании из райского сада, как бы человека изгнали из сада, по большому счету, первая часть, поверхностная часть истории, которую мы прочитали книгу, которую мы купили в магазине, мы читаем, что человека их знали из райского сада. Смысл этой притчи – это не только притча, это была действительность, но действительность имеет различные форматы. Первичные форматы – это то, что называется формат притчи. Смысл этого, что был потерян доступ не к плодам дерева, а к 50-му уровню, к этому как только и смертность стала знаком отсутствия доступа. Смысл и знание сада – это по большому счету не смертность, смертность – это просто последствия, это знак. Основная потеря – это и знание от доступа. Нова еще никогда не было, но мы находились при уподножье, на пороге к этому доступу. Когда нас и знали, нас попросили с этого порога, нас попросили от доступа. Человек, который получил все 49 после этого уровня, по крайней мере все 49, это был Мойша. Мойша, который был проводником Торы, он был то слишком, следующим станом близким. Я не знаю права, но по крайней мере Мойша да, имел 49. Поэтому, у нас есть один из эпизодов Торы, один из сказок, что после дарования Торы Мойша обращается к Всевышнему и скажет, Всевышний, дай мне познать твои пути. На что Всевышний отвечает с очень загадочной фразой. Не познает меня человек и будет жить. Смысл это предложение, говорит Вилан Гоин, говорит так, что постольку, поскольку человек смертен, ему 50 уровень недоступен. Поэтому 50 уровень мы не считаем. Мы только можем считать это подножье, только подготовительный тревог. 49 дней, но не 50. Но кульминация возможного на данный момент это 49 уровней Торы, которых мы отчитываем. У нас их нет, но, по крайней мере, это наш жизненный путь стремления к пониманию Тора. И 50 это то, что нам на данный момент дает Всевышний, что тоже. Мы видим, что если человек делает правильные подготовительные шаги, заключение происходит как бы само по себе. Все, что мы делаем, мы отчитываем дни. Мы даже не пассивно их активно их создаем, просто дни проходят, но мы их считаем. Наш счет что-то создаёт. И мудрость, определенная форма мудрости тоже происходит так. Человек делает свои шаги, и потом просыпается с пониманием. Как бы мы делаем подготовительные шаги к мудрости, и Всевышний даёт её нам в подарок. Следующий аспект. В будущем, говорится, что Всевышний раскроет нам все секреты Торы, все 70 уровней, все возможные уровни понимания и устной писанной традиции. И опять-таки, это выражение цикла. На предыдущем занятии мы говорили, что бытьё началось из ничего. но она началась также из точки, которая всё включала. Мы вернёмся в эту точку. Промежуточный уровень, что определяет очень важную аспект Торы, которая была следующей нашей дискуссией, которая непростой. Есть традиция, которая говорит, что Тора была ещё до творения мира. Это было как бы макетом, семенем бытия, с которым мы сегодня начали. Проблема в этом, как могла быть Тора, по крайней мере, в той форме, которую мы покупаем в книжном магазине, где описаны исторические события, описана жизнь людей, события мира, конкретные люди, они ещё не родились, даже близко их там не было. Как могла быть Тора в формате, таком, как мы покупаем в книжном магазине, ещё до творения мира, то есть людей ещё по менее не было. Ответ на это, это идея, которая очень важна. Мы начали с того, что Тора включает всё. Но у Торы также есть различные форматы, есть различные упаковки. Упаковка, в которой у нас она есть, это не единственный возможный формат, это не единственная возможная упаковка, это одна из упаковок. Тора, в принципе, которая описывается, которая была до творения мира, это был определённый смысл святости Всевышнего, который включает все возможные упаковки. В один момент Всевышний создал творение с землёй, которое у нас есть, с планетами, со Вселенной, со временем, которое у нас, со всеми вытекающими концепциями. И потом, образно говоря, Он вынял из коробки возможностей одну возможность, которая соответствует этому миру. Тора, поэтому, в этом мире, есть 613 заповедей, которые соответствуют нашей Вселенной, нашему времени, и нам с вами. Той структура, которая у нас есть, это определённая упаковка. В конце дней Всевышний вернёт нас на начало, и раскроет нам не только тайны этой упаковки, но изначальная суть Тора во всех её проявлениях, во смесь 70 или 50 проявлений, потому что у Тора есть бескончаемая возможность упаковок. Одно из, как бы это очень непонятная идея, очень абстрактная, как бы для того, чтобы довести её хоть для какого-то понимания, возьмём один пример. Как говорится в Торе, что есть загадочная и непонятная идея, кто написал последние 8 предложений в Торе, потому что за 8 предложений до завершения Тора, Тора сама описывает, что Мойша помер, Мойша ушёл. Кто же, если он помер, кто же написал последние 8 предложений, есть две версии в Талбуде, которые мы видим, дополняя друг друга и являются выражением этой идеи. Первая идея, первая версия, что всё, что было от начала творения, Всевышний диктовал Мойше, и Мойше записывал. А после того, что сама Тора сказала Мойше, Всевышний сказал Мойше, что вот он помер, после этого Всевышний диктовал, Мойше записывал, но не чернилами, а слёзами. Как бы это версия первая. Что оно значит, пока что непонятно, но версия первая. Кто написал последние 8 предложений, как бы автор у Тора только Мойше, нет двух авторов, потому что это ставит всю Тору, много авторов, он сказал, ещё один автор, ещё можно переписать автор. У него только Всевышний является автором, и кто записал, кому он диктовал, только одному человеку. Иначе, если бы сказать, что было много классов, которым дали диктант, тогда каждый придёт в своей версии. Поэтому Тора был только одним праведник Мойше. А последние 8 предложений это Мойше записал, но каким-то другим форматом, который выражается как слезами. Бед Мойс. Это версия одна. Версия другая, что последние 8 предложений после этого уже так и не может быть, как может быть такое, что Мойше помер, и после этого он ещё пишет чем-то, он уже помер. Это его ученик написал, Иешуа написал. Как бы две версии. Они дополняют друг друга, и это является выражением этих двух идей, что в Торе есть различные упаковки, есть различные форматы. Как только Тора записывает, что Мойше помер, Мойше больше нету. Писать ему больше нечем, потому что человеку уже нет. Это определённое выражение действительности. Это не просто описание. Это больше в действительности больше нету. Как же у Тора, может быть, не может быть двух авторов? Поэтому, с одной стороны, его нету, с другой стороны, он пишет. Чем он пишет? Слезами. Слеза на иврите демо, это значение этого слова, это смесь. Когда человек смотрит сквозь склезы, он видит туманный взгляд, как бы у него всё расплывает между глазами. Он видит как бы человека, он видит общее очертание. Они не чёткие. Они общие, но нету чёткого силуэта, нету чёткого формата. Что имеется в виду здесь, что Мойше записал 8 предложений Торы, но не в открытой форме. не в той форме, которая доступна нам, когда есть 613 заповедей, каждое предложение чётко описывает действительность, которая у нас есть. Он записал её на другом языке, на другом формате. Смысл такой же, но язык, формат был другой, потому что в этом формате он же не мог её записать. Кто записал её нам таки в том формате, который доходит нас Ешо? Как бы Мойше является автором всей Торы, потому что иначе есть опасность. Но последние 8 предложений он записал в общем формате, который он описывает как слёзы, как не опты, а очертания, очень расплывчивый силуэт. А потом пришёл Ешо, и как бы для того, чтобы завершить это нам, и он выразил это в том формате, который является нам доступным, и тогда противоречия нету. С одной стороны, Мойше в обычном формате не мог дописать его с предложением, потому что его уже в живых нету. Он это дописал в расплывчивом формате, а для нас это выразил Ешо, и эти две вещи наслаиваются друг на друга. Это две прослойки. Они не противоречивают друг другу. Это два слоя одного и того же. Так же, как второе до начала творения мира включало в себе все возможные прослойки, не противоречия друг другу. Поэтому в этом случае у нас наслоение двух из них. Я извиняюсь. Что это за последние восемь предложений, и читаем ли мы это в нашей туре? Да, читаем. А кто знает, что это не было записано? Отчитывайте просто восемь предложений, от конца это будут последние восемь предложений. То есть это как устная традиция? Нет, это письмо традиция. Это допустим, читайте, восьмое предложение с конца говорит, и Мойша умер. После этого еще восемь предложений. И эти восемь предложений, которые мы читаем в крещении, то у нас есть две версии, которых записал. Или Мойша их записал слезами, или же Ешо записал их, и как мы сегодня видим, что это не противоречит. Это выражение двух форматов. Мойша записал их стезами расплывчатой формой, а потом Ешо пришел и эту расплывчатую форму обвел в доступной форме. Перевел на наш язык. А вот еще у меня вопрос. Если был создан мир из ничего, но была уже ведь Тора, значит из ничего ничего невозможно создать. Значит он был создан все-таки из чего-то. По материи Тора. Не было материи Тора. Не материя это не имеет значения. Всё-таки это не из ничего. Из ничего есть отсутствие... Всевышний тоже был до начала творения Торы. Тоже не из ничего. Всевышние態 они неразрывны. Было отсутствие физической материи. Из ничего, из полного отсутствия физической материи мы говорили на прошлой деле. Всевышний создал силы, которые способствуют материи, а потом эти силы, как Роман говорит, они перешли в форму первичной материи. Но до этого даже силы не было. Было только Всевышний и его Тора, которая была неразрывная часть Всевышнего. И потом мы стали продолжением этой части. Есть продолжение, есть выражение, которое говорится в лобном смысле, что нация Израиля, Тора и Всевышний, они связаны друг с другом. Потому что это все продолжение этой духовной материи. То есть духовный мир существовал всегда, раз был всегда Всевышний. Да, просто не было духовной материи. Не было небесной материи, которая стала планетами, ангелами, звездами. Материи не было. Но мир, конечно, Всевышний был всегда. И в Атаре было всегда. А кто написал это предложение и может умер? К чему это относится? К восьми? Надо посчитать, я не уверен. Я не уверен, хороший вопрос. Само предложение может умереть, это часть восьми. Кажется, это тоже часть, это восьми, если я не ошибаюсь. Я прочитаю после этого, наберу и посмотрим. Это хороший вопрос. Поэтому, но одно из вещей, которые мы видим, что вещи возвращаются к началу цикла. Что так же, как и изначально был полный пакет всех форматов, Всевышний вернет нас назад к началу этого формата. У меня вопрос. Вот никто не знает, когда будет конец мира, и когда придет мщак, вернее, когда придет мщак, и будет конец существующего мира, другой-то будет продолжаться. Но если понятно, что если семь дней творения, семь тысяч лет, значит, через семь тысяч лет это произойдет? Это максимальная вещь. Мы говорили на прошлой неделе, что у каждой природы есть определенные сумерки. У каждого дня максимальное это шесть тысяч лет бытия, и потом тысяча лет духовного мира. Поэтому мы сейчас находимся на 57 сотен. Мы подходим, нам осталось еще 200 с чем-то лет до конца. Но это, по идее, значение максимального периода. Как бы день может начаться заблаговременно. Мы говорили, что определенные дни, когда мы говорили про творение, мы закончили дни творения, чтобы они не ошибаются, на прошлой неделе. Определенные дни начинались, допустим, Авром Авину. Его жизнь началась за 48 лет до его тысячелетия, до его века. Храм начался за 72 года до светил, который описывается. Он закончился за 172 года за благотворение. Это было начало следующего дня. Есть период сумерек. Значит, мы идем с опережением графика? Может быть, да. Может быть, нет. Мы не знаем, когда эти сумерки воплотятся в начало дня. Поэтому период сумеречный, он оставляет возможности любого времени. Может, в любое мгновение может начаться этот день. Окей, идем дальше. Как бы одна из фундаментальных аспектов Тора — это конечное количество заветов. Что Тора настаивает на том, что есть только те заветы, и многократно настаивает. Но гораздо это акцентирует. Что есть определенное количество заветов, и никогда не будет ни больше, ни меньше. 613. Не будет 612, 614. И все другие фальшивые течения, которые говорят, что произошло изменение по ходу, они противоречат сами себе. Потому что они вынуждены, они мне от хорошей жизни это делают, они вынуждены принять то, что они говорят, является изначальной формой, то, что называется Ветским Заветом. Они его вынуждены принять, но в том же их завете, который понимает, говорят, что никогда не будет изменения. Потом говорят, а, ну это не имеется в виду, как бы они сами себе противоречат. Но, ладно. Второе, есть эта идея, что есть определенное количество заветов. В то же самое время, и мы говорим, что нарушение завета — это изменение его количества. Как только человек изменяет количество, он прибавляет, или явно убавляет, он меняет всю структуру. Идея здесь такая, что на самом деле, особенно с точки зрения того, что мы говорим, в сути есть гораздо больше, чем 613 заветов. Их сотни тысяч, может быть миллионы, может быть их почти бесконечное количество. 613 — это категории заветов. Если мы себе представим 613 коробок, и в каждой коробке множат много наименований, много вещей, но категории, коробок 613 — это категории, которые являются финальными. Больше или меньше не будет. В том формате, который является универсально необходимой для этого мира, для этого времени, нам все, что нужно, — это 613. Но в потенциале, и поэтому это число мы увидим, нельзя нарушать, в потенциале их может быть гораздо больше, потому что мы видим первые книги, которые, первые эти книжья, там только 3 завета. Как бы немыслимо, что только предложение святое Торо, которое является семенем бытия, только 3 завета. Их очень много, но они не выражены в том форме, которая является категорией. Категории из завета может быть бесчисленное количество, но те, которые нам необходимы, универсальные категории, являются 613. Также это объясняет понятие «постановление раввинов». «Постановление раввинов» — это не новые заветы. Как бы все заветы, которые говорят, или праздник Хануки, или праздник Пурима, или завет омовения рук перед хлебом, это не новый завет. Это просто определенное наименование из предыдущей существующей коробки, категории. Просто Всевышний сказал, что это является 613 универсальной, которая является во всей повина для всех. Если бы раввины сказали, что это 614 заповедь, это было бы разрушило всю дисциплину. Но так как они сохраняют структуру, что изначальных только 613. А мы не придумали новый завет, но они своей мудрости увидели, что в этой коробке есть определенные выражения, которые изначально по какой-то причине Всевышний не сделал универсальной. Это является «постановление раввинов». Это не новый завет. Это выражение изначальных нарядов законов, которые не были выражены как отдельные наименования существующих категорий. Более того, все эти, используя нашу генетическую аналогию, все эти 613, и это причина, почему ТОРа настолько сильно настаивает на не уменьшении, увеличении количества, а не связанную структурно между собой. Допустим, как? Допустим, взять в теле человека, если она наживается, это верно. Если это неверно, это все равно хорошая аналогия. Если взять, допустим, клетку кожи, или клетку глаза, или клетку волос, в этой клетке есть определенная специализация. Допустим, изначально человек пришел с одной клетки, который начал делиться и специализироваться. И эта специализация и сужение функции привело к формированию органов, очень сложных органов, еще более под специализацией, специализацией. И теперь у нас то тело, которое Всевышний создал. Хотя у каждой клетки есть своя специфическая структура, в ней также есть память, и не просто память, а потенциал стать любой другой клеткой организма. Она является специфическим выражением первой клетки. А в первой клетке была память всех, всего организма. Она была просто в более сжатой форме. И он начал делиться и специализироваться. Потенциалии, не знаю, это теперь генетики могут сделать, но потенциалии можно взять клетку с кожи и пересадить ее в сердце. Если они пытаются это делать, потенциал существует. Могут ли они на данный момент это сделать, это по вопросам, но в клетке кожи или в другом-другом органе есть память, и не просто память, а динамический путь, который связан с другим. Поэтому 613 категории является, если возьмем в модель, у нас сейчас представим себе у нас на столе 613 коробок. Каждая коробка, она своей формой и своего цвета. Это ее выраженная часть. Скажем, одна коробка, она подолговатая, одна высокая, одна узкая, одна красного цвета, зеленого цвета. Это в нашем столе различные коробки. Если мы возьмем у нас несколько предметов на столе, как бы это наши заповеди. Как бы эта заповедь, она подолговато и белая. Как бы это заповедь на зеленые ношения от филина. Или это заповедь у нас праздника, Йонтов, у нас Йонтов, у него есть основная идея, основная идея праздника это радость, зачем праздник, любой праздник, у него есть специфический подраспект, но праздник, как Йонтов, это радость. В этой коробке выраженная часть это радость, в 612 они тоже там находятся, но не так выражены, не такой акцент, в других тоже есть радость, но это не выраженная часть, все заветно делать с радостью, просто здесь она акцентирована, в других она второстепенная, она необходимая, но второстепенная. Поэтому если мы говорим, что в каждой заповеди есть одна выраженная, а 612 невыраженных, следующая тоже самая, одна выраженная, 612 невыраженных, если это так, мы видим, что каждая из них, они не просто это сбор 613 вещей, это сбор, который связан с другими, как клетки в организме, они не может быть 614, только мы добавляем еще одну, мы не добавляем ничего, мы убили весь организм, ничего не осталось. Теперь уже нет организма Тора, есть просто груда костей, это уже не живой организм. Если мы, как только мы добавили одну или убрали одну, мы потеряли все, теперь у нас просто на столе уже нет организма вообще, мы убили организм, просто теперь у нас коробки остались. Когда эти коробки живут вместе, тогда у нас есть живая Тора, поэтому Тора настолько настаивает, чтобы никогда ничего не добавили и ничего не убрали, потому что как только мы нарушаем структуру, даже добавлением, я принесу решение, мы взяли и убили весь организм, мы потеряли все. Но переложить из одной коробки в другую мы можем. Они сами прикладываются, как бы есть определенная связь всех других, если у нас в одном, в один аспект, который говорит о доброте, а другой аспект говорит о радости, они дополняют друг друга, они взаимосвязаны. Клетки не общаются друг с другом, это как бы, я клетка, мне рука не болит, окей, нога отваливается, ну, король, руки до этого делают, так оно не работает. Организм, он взаимосвязан, он общается друг с другом, он говорит друг с другом, клетка каждого тела говорит друг с другом, у них взаимосвязь. — И каждая сидит в своей коробке. — Она сидит в своей коробке, но она не просто сидит, она динамично развивается вместе с другим организмом. Поэтому заповеди тоже так работают. Они работают, одна выраженная, другая побочная, но каждая из них имеет память о другой, и одна соответствует, она постоянно связана с другой. — Это как в молитве, что если одна из полостей или отверстий закроется или откроется, и через час мы умрем. — Каждая заповедь, она взаимосвязана. Как же мы сейчас глядем на это? Тело человека, она связана с заповедью, эта структура, она продолжается. Но эта идея, она очень важная идея. До первого, посмотрим еще одну идею. В Торе есть два аспекта. Как бы мы сегодня говорили, что это не только, мы говорим сегодня о форматике, мы говорили несколько вещей. Мы говорили, что в Торе есть свод законов, это также рассказы, но это также семя. Мы говорили, что в Торе есть, допустим, на первый взгляд есть даже четыре элемента, есть буквы, есть украшения буквы, есть огласовка, есть пунктация. Также в самом, если мы уже говорили про поверхность знакомства Тора, когда мы начинаем читать текст Тора, мы пока говорили про общеглобальное значение Торы, мы говорили на формат написания. Теперь посмотрим следующую идею, по знакомству следующей идеи, это формат изложения идей. Это проза, некоторые являются стихами, стихи или проза. У стихов и проз есть два аспекта. Одно, то, что называется притчей Торы, это сам текст. Текст изложения является, это то, что мы называем мошел, это притча Торы. Есть смысл этой притчи. И этой притчей может быть слои, как бы смысл, он не один смысл, у него могут быть слои смысла, и поэтому это различные мнения. Потому что есть 70 аспектов, 50 аспектов, это определенные слои смысла. Притча, она остается притчей, всегда. Это структура, которая не меняется. Слои понимания, это смысл этой притчи. В какой момент человек получает доступ к первоначальной притче? Мишн, например, Киабас говорит «Бен Хамейшта Микра». Когда человеку исполняется 5 лет, он может начинать притчу. До 5 он не понимает ничего. Как бы ребенку 3 года, 4 года. Пока ему до определенного возраста он не имеет доступа ни к чему. ни к какому аспекту Тора. Он видит буквы, но они никакого смысла еще не имеют. Вступительный уровень хоть какого-то понимания, как бы до возраста 5 он может начинать учить буквы, огласовки, он получает инструменты, но он еще не готов к задействованию этих инструментов. В каком момент он готов к воспринятию смысла первичного формата Тора? Это 5 лет. Как далеко идет образование до конца жизни? Потому что слои, мы говорили, что есть различные уровни, каждый слой имеет свои прослойки, есть бескончаемый уровень, но также по большому счету цикловой. Потому что мы говорили очень часто, что очень часто самый глубокий смысл Торы отличается в буквальном понимании притчи. Как бы человек начинает читать Тору и читает предложение. Ему говорят, это не имеет в виду дословное понимание. Это когда говорится, что Всевышний распростерто рукой и сильной мышцей, он вывел, ему говорят 5-летнему ребенку, у Всевышнего нету мышцы, у него нету рути, у него нету гнева, который возлеился. Ему это поражение Тора, это притча, у которого есть понимание, это имеется в виду образное понятие. Это первая прослойка понимания. В 5 лет он еще этого не очень понимает, но в 7-10 он начинает понимать. Потом он начинает это более глубоко и более глубоко. Но потом, когда он уже дошел до конца своеобразования, он понимает, что самое глубокое понимание это было в дословном переводе. Что в дословном переводе есть определенный аспект, который не исключает предыдущие, но является дополнением предыдущего. Что есть определенное понятие в мире, как распростертая рука. Это не значит, что у Всевышнего, не дай бог, есть органы и тело. Но есть понятие распростертой руки, есть понятие, которое Тора описывает, и дословный перевод, он является цикловым. Что есть определенные уровни, есть начало, есть человек, входный критерий это 5 лет, он начинает с 5 и завершает 5. Как бы он завершает этими смыслами, интерпретацией, он завершает этим же циклом, с которого он начал. Но это то, что нам нужно до перерыва. У нас будет небольшой перерыв, и мы вернемся к этой идее структуры Тора. Многие аспекты этой структуры, но это наша сегодняшняя церковь. Это дефолы. И продолжим нашу структуру. Одно из выражений того, что мы говорили, является то, что каждый закон, и законы раввинов также, имеет множество причин. Как мы стерили, что есть определенные крайне Тора, и крайне законов тоже. И только потому, что возможно, допустим, очень редко в законах Тора есть объяснение, в законах раввинов ясно объяснение. То есть раввины из этой категории закона вытащили один, и они говорят, по какой причине они его вытащили. И часто создаются впечатления, что причина, по которой они поставили закон, она больше не приемлема. Это неверный подход, потому что возможно, что определенная причина не приемлема, но у нас нет доступа ко всему списку причин, по которой они этот закон постановили. Они выразили одну из причин, которая, возможно, может быть неприемлема, но это не исчерпывающая причина, это, возможно, одна из списка причин. Поэтому мы никогда не можем судить актуальность даже Завета Равина на первый взгляд по причине, которая была дана этому закону. Пойдем немножко дальше. Есть понятие второе, которое очень часто встречается, это понятие брыз, понятие союза. Есть много союза, самые частые сейчас брызмила, как бы союза байзания. Понятие брыз, как бы, есть, второе описывается, брыз бенабсорим, союза между частей. Как бы, Всевышний заключает союз с врагомом и говорит, что возьми себе определенных животных, и пламя моего присутствия пройдет мимо этих животных, это будет союз с врагомом. Есть брыз сатаря, союз сатаря. Как бы, есть определенные понятия брыз. И очень часто мы видим две закономерности, что эти союзы, они связаны с предметами, какими-то почему-то. И также глагол, который к ним почему-то приемлем, это карейс, это что-то резать. Как бы, карейс-абрейс. Как бы, в случае образования, понятно, как бы, мы режем плоть, но почему, в общем, понятие, как бы, заключить союз, почему он связан с резанием. Как бы, режем союз. Почему союз надо резать? Как бы, союз его сплочает, соединяет. Это, например, какое-то сплочение, почему нужно что-то резать. Значение слова очень фундаментальное. Идея, очень важная идея в понимании Тора и какую функцию Тора, роль, которую она играет. Скажем, модель, которую мы возьмем, это у нас есть два знакомых, два друга, которым предстоит разлука. Как бы, они разойдутся, они будут жить в разных местах, в разных странах, и они потеряют общение на определенный период. Обычно, что происходит, непонятно почему, что люди перед разлукой обмениваются подарками. Как бы, они на прощание дают какой-то предмет своему другу, который на память. Как бы, идея дарить предметы на память. Это значение «bris», это значение союза. Союз — это передача драгоценного предмета. Когда человек передает своему другу, с которым он хочет сохранить существующую связь, через предмет, таким образом, что у людей, у нас всех, есть очень лимитированная возможность связи с абстрактным. Как бы, вещь, которая является абстрактной, какая идея, какое-то понятие, но ничего конкретного, что нельзя понюхать, пощупать, потрогать, увидеть. Как бы, у нас есть очень лимитированная возможность связи с туманом, как бы, с вещами, которые невозможно напрямую потрогать. «bris» — союз предоставляет на возможность. Наши модели, когда человек дает какой-то драгоценный или дорогой ему предмет. У него есть часы, которые постоянно, последние 30 лет, он смотрел на часы, дорогие часы, очень ему нужные часы. И он ее на память передал своему другу, которого он теперь не увидит продолжительное время. Теперь, каждый раз, когда он вспоминает о часах, он через это обращает свое внимание к этому человеку, который он передал, потому что к предмету связаться легче, к мы привыкаем к предметам, привыкаем к вещам, которые нас окружают. Через этот предмет, он так как наше внимание, наши порывы связаны с предметами, с которыми мы сжились, через это мы, это внимание теперь нам легче, это не гарантирует, но это делает легче связь с взаимоотношениями, которые умели с человеком, которых перед нашими глазами теперь нет. Это идея Брис. Брис — это передача драгоценного предмета, поэтому все союзы имеют связь с мирными, и поэтому слово, глагол, который описывается, это «крейс», это «оторвать», «отрезать от себя». И чем драгоценнее предмет для меня, тем сильнее будет связь. Поэтому два основных союза, которые Тор описывает, это союз обрезания, которым мы передаем образно говоря от себя что-то, и заключаем связь со Всевышним. И Всевышний помогает нам, тем, что Он дает нам Тору. Это связь наша через Всевышнего, потому что у нас очень необходимая, но с другой стороны опасная дорога. Нам необходимо получить связь со Всевышним. Но Всевышний — это абстракция, у Него даже тела нет. Как нам связаться с тем, что мы Него никогда не видели, никогда не слышали, никогда не нюхали, не щупали. И от нас ожидается не просто вера во Всевышнего, но и гиро Сашем, но и трепет перед Всевышним, но и любовь к Всевышнему. Как же нам сделать вещь, как бы иметь связь, и не просто связь теоретическую, но ежедневную, актуальную, сильную связь с абстракцией, которую мы никогда не видели. Это очень сложно. И Всевышний понимает, что мы очень имитированы в таких взаимоотражениях. Поэтому Всевышний дал нам, Он как бы оторвал от себя, образно говоря, свою частицу. Он выдал нам предмет. Через которую мы можем, наш здоровый, который у нас есть, через которую мы можем сформировать связь. Потому что связь с абстракцией мы связать вообще не можем. Это наша возможность. Это одна из функций храма. Храм — это возможность, как бы Всевышний заполняет собой весь мир. Но все же Он избрал определенное место на планете, определенную структуру здания для формирования связи. Потому что когда мы проходим в храм и испытываем святость Всевышнего в определенном месте, будь ли это храм, будь ли это селегога, но это определенное место, нам легче. Как бы это помогает развивать связь. Но это очень опасная идея. Потому что постольку, поскольку она является той в меньшей мере, потому что это идея Тора, которая не будет преклоняться свитку, но эта идея Тора — это менее опасная идея. Храм — это более опасная идея, потому что это структура. Люди могут начаться преклоняться не тому, кто повелел создать храм, а самому храму. Потому что эта тенденция очень легко может перейти в идолопоклонничество. Оно может выразиться в язычестве. Поэтому Всевышний очень то и говорит, что есть элементы храма, но есть запрещение минимально изменять эти предметы. Есть ковчег, на котором фигура детей. Если мы вместо золотых фигурок сделаем серебряные фигурки, то это будет идолопоклонничество. Вместо двух фигурок сделаем четыре фигурки. Это тоже будет идолопоклонничество. Любое изменение от этого тонкого льда. С одной стороны, это необходимость, с другой стороны, это очень опасная вещь, потому что структура людей — это боготворить предметы. Да, предметы, с одной стороны, необходимы нам для формирования связи, но любое уклонение от нормативы связи с этим предметом мы можем потерять смысл, что это, что брызг, когда мы придаем драгоценный предмет. Смысл не в предмете, а для того, чтобы формировать связь через предмет, а не в точку предмета. Но мы же приходим в храм, когда он был или будет, не для того, чтобы смотреть на камни, а чтобы действия производить, которые нас связывают со Всевышним. Так должно быть. приношение, молитва. Так должно быть. Но опять же мы приходим. Мы увидим, что натура человека — это усилить связь с предметами. Как бы наша натура — это иметь связь через предметы. Допустим, всегда бракосочетание, оно связано с передачей предмета. Зачем передавать предмет, почему они просто могут расписаться, почему не передача колец, потому что это натура человека, что любая связь для человека не может иметь взаимоотношения в холостую, просто без никакого предмета. Нам нужны предметы, но это опасная вещь. Он нужен или не нужен. Если поставить свою фотографию Всевышнего в храме, это тоже не может. Это конечно. У него нет тела. Это как бы Всевышний дал только определенную структуру. И отклонение этой структуры расценивается только как язычество. Но ведь дело в том, что если можно и хирургимов, никаких изменений нет. Но он может стать идолом. Это опасность. В этом заключается опасность. Это же первый храм, падение первого храма. Из-за идолопоклончества совершенно верно. Поэтому это объясняет, почему язычество, почему идолопоклончество было таким сильным влечением, которое являлось, оно губилось столько поколений. Потому что мы считаем в пророке и как бы эта болезнь почти была неизлечимая для определенного времени. Приходит пророк и говорит, если вы не перенеслайте служить с вашим идолом, конец вам. Пройдут беды. И так и приходят беды. И на определенный момент умолкает эта стихия. Потом, через пару лет, опять, и опять этот цикл возобновляется, возобновляется. Зачем им нужны эти идолы? Потому что это тенденция человека-натура как бы связываться изначально через предметы, а потом только из предмета. Как только она переходит до определенной нормативы, это гибель. Это переходит в гибель духовного права. Почему же тогда сознание человека, это через сознание человека идет? Машаев четко сказал, вы Бога не видели и никогда не увидите его. Не изображайте изображения, избояния и так далее. Четко сказано. Но для того, чтобы в голове осталось, нужно же это постоянное, это очень тяжелая работа. Да. Так как бы это самое на самом деле такое. Человек привык, он действительно привык, когда есть обоспределение, он понимает, что он делает. Это важная вещь. А теперь посмотрим на знания не хватает, он из-за вышел в лес и снова пошел, человек идет шаг вперед и назад. Идем дальше. Значит, если мы посмотрим, в чем является уникальная часть человека. С одной стороны, его физическая основа является не уникальной. У нас есть животные, которые могут делать все, что мы можем делать гораздо лучше, чем мы можем. Есть животные, птицы, которые быстрее нас бегут, лучше нас плавают, прыгают лучше, гораздо ловче, быстрее, выносливее, приспособленные к разным следам, которые мы не можем. С точки зрения физического аспекта мы не являемся вершинной творения. Животный мир, может быть, традиция играет, что есть многие трудолюбивые нас муравьи, в животном мире есть различные формы, которые превосходят нас во всех аспектах нашего тела. С одной стороны. С другой стороны, если мы скажем, что наша уникальная возможность, это наш духовный мир, есть ангелы, которые превышают нас в духовных возможностях гораздо больше, мы предполагаем это. По крайней мере, как нам их описывают, они превосходят нас на духовной основе тоже. Поэтому мы проигрываем в обоих категориях. Если мы ставимся в физическом, мы проиграем животным, в духовном, мы проиграем ангелы. Что же в нашу такого? Мы являемся вершиной... У них тоже есть душа? У них есть явное духовное начало, это не духовное создание, у них духовное развитие превышает наше, не более совершенное, духовное, чем мы. Поэтому, какой бы категория магнитивного риска, мы уступаем на втором месте, здесь мы на втором месте, и мы животным уступаем, и ангелам, казалось, уступаем. В чем же наше уникальное свойство людей? Уникальное свойство людей не в духовной, и не в физической, а в возможности скомпоновать оба. Как бы мы являются уникальным в том, что мы можем совместить обе вещи. Как бы все остальные не будут лучше нас в определенной категории, но мы являемся единственными уникальными, которые совмещают оба. Поэтому мы продолжим эту структуру. Структура, она имеет, четверо, на уровне написания, мы скажем, четыре аспекта. два поверхностных, которые есть у животных тоже, как бы эта идея буквы, ее украшения, ее жизни, животных тоже есть буквой жизни, но два других основания, дух и душа, это уникальная вещь, которая является в той выраженной через написание Тора, и это наша уникальная вещь, которая комбинирует вещи. В мире тоже есть, мы начали с того, есть земная материя, есть небесная материя, и поэтому у нас есть три компонента, есть мы, которые совмещение души и тела, есть Тора, который является совмещением души и тела, есть мир, который является совмещением души и тела, все эти три вещи, мы, Тора и мир, они должны сомкнуться, а именно, через наше участие в Торе мы восполняем нашу функцию в мире, а именно совместить землю и небеса, как бы наша задача в мире это сблизить то, что находится на небесах к тому, что находится на земле, как бы их сомкнуть. Через что? Через Тору, потому что мы являемся уникальной структурой, которая имеет в себе эту смычку, это сопоставление души и тела, и Тора, которая дала она нам, она отражает в себе нашу структуру, когда мы подгоняем себя по Тору, мы сотворяем то, для чего нас создали, а именно мир, который произошел путь разделения духовной и земной материи, он требует возвращения на изначальный цикл, это смычку, совмещение небес и земли, кто может это сделать? Не обезьяны и не ангелы, это только мы можем сделать, через что мы это можем сделать? Только есть один путь, через изучение и исполнение Тора, как бы это наш союз, который это наше промежуточное, есть мы и есть мир. Что является промежуточной вещью, это Тора, в которой есть эти уникальные два аспекта, и когда мы используем, сейчас видим некоторые вещи, которые напоминают нам об этом, когда мы используем это, мы совершаем творение. Мы говорили, что в Торе тоже есть аспекты тела и аспекты духа, допустим, заветы, по большому части, когда мы читаем большинство заветов, которые они все связаны, не все, но почти все, большинство из них связаны с предметами. Допустим, на любой празднике есть какие-то предметы, которые мы должны задействовать. Рошошану мы трубим в рог. Какой рог? От животного нужно снять животного рог, его обработать определенным путем и потом в него трубить. На сукот все с предметами. Нужно построить шалаш на их. Не просто подумать о них, не просто поманиться за них, а их взять в руки. Твилин, много этой, шкуры животного, которая обработана определенным очень доскональным путем, которая является необходимым для изготовления этих заветов. Это определенная смычка, это связь земного и через воздействие на земное мы совершаем небесную связь духовно с духовной это через земное через вещи которые которые растут на земле и каждый из этих заветов допустим мы когда читаем шма шма утром вечером имеет 248 слов эти 248 слов являются соответствуем органам которые у нас есть у нас есть каждый орган соответствует одному из 613 заповедей есть 248 позитивных которые связаны с органами человека заветы тора они связаны с органами человека потому что тора она сопоставима она отражает структуру человека и в свою очередь отражает структуру мира органы их функция это делать что-то позитивное они что-то создают каждый по-своему это 248 фабрик каждая фабрика что-то изготавливает как бы печень изготавливает свои продукты печенка изготавливает свои продукты мозг изготавливает свои продукты сердце у него своя доставка каждый орган это своя отдельная уникальная фабрика каждый завет что-то исполняет что он исполняет опять-таки в начале и в конце творения это станет очевидно в середине это не видно но только потому что это не видно это не значит, что фабрика ничего не изготавливает. Каждая, с которыми делаем завет, будь ли это зажигание свечей, будь ли это благословление, будь ли это пожертвование бедным, любой завет, который мы исполняем позитивный, из 248, который мы им отсутствовали на пейсах, любой завет он что-то изготовил. Что конкретно? В середине людей это не видно, это не очевидно. Но в начале творения, в конце это станет проявиться, как бы это все, если фабрика что-то изготавливает, мы увидим результаты этого. Это 248 фабрик или заветов, которые у нас есть. Есть 365 негативных заветов, это того, что нам не делать. Что имеется в виду? Имеется в виду, что есть определенные вещи, которые ничего не изготавливают. Для того, чтобы фабрика функционировала, нужна инфраструктура, нужна определенная статура. Органы не могут находиться, функционировать в вакууме, нельзя поставить сердце и печень на стол, они будут производить свои вещи. Нет, они должны быть в структуре. Нужен скелет, нужно сухожилие, которые их поддерживают в определенной структуре. Функция структуры – это не изготовление, это отсутствие нарушения. Они должны оставаться в определенной среде. Они должны остаться в определенном месте, в определенной структуре. Это негативные заветы. Негативные заветы диктуют для того, чтобы фабрика наших заветов функционировала, если определенные правила не нарушения, не нападения, не мешать. Есть люди, которые создают тем, что они создают, а другие создают тем, что не мешают. Важно не повредить, сохранить структуру. Это сухожилие. Но есть определенное соответствие между телом человека и заветами. И когда мы задействуем наше тело позитивно и негативно через правила, которые мы воздействуем не только на себя, но и на структуру мира. Потому что структура мира тоже выражена в этих 248 фабрик, и в 355 структур, которые поддерживают эти фабрики. Следующая вещь, потрясающая вещь, мы не задумываемся об этом. Но все, что, допустим, любую покупку, которую мы делаем, мы приобретаем вещи. Мы сегодня говорили, что люди, по большому счету, ищут вещи. Мы люди вещей. А теперь по-второму, взаимоотношения, идеи, концепции, это уже второстепенно. Наш первичный порыв к вещам. Мы идем в магазин, покупаем вещи. Мы покупаем вещи по двум причинам. Есть две основные причины, или одна, или другая. Редко, когда обе совмещаются вместе. Одна из двух причин, которые у нас есть интерес к приобретению. Или это вещь драгоценная, или это вещь полезная. А именно. И они не связаны с другими. Вещь полезная, это более понятно. Вещь, которая приносит на пользу, как бы мы приносим еду, которая нас насыщает, которая нам полезна. Мы покупаем одежду, которая является практичной одеждой, которая нам комфортна, нам удобна, нам не жарко, нам не холодно. У нас есть мебель, у нас есть определенный интерьер, который мы приобретаем для необходимой функциональности. Она вещь, которая нам полезна. Самые полезные вещи нам вообще не приходится приобретать. Это вода, воздух. Это вещи самые полезные, или по большому счету, это жизнь, которая у нас есть. Это самая полезная вещь. Она вообще бесплатная. Не надо было в магазине ее покупать. Но это вещи, которые нам полезны. Полезная вещь – это одна из вещей, к которым люди стремятся. Здоровье – очень полезная вещь, никому еще не помешало. Это вещь, к которой мы всегда, когда его нет, тоже мы к нему стремимся. Мы всегда стремимся к приобретению полезных нам вещей, которые приносят нам пользу. Или это уважается в предмете, или в состоянии, к расстоянию жизни, в состоянии здоровья. Это вещь, к которой человек сознательно и подсознательно всегда стремится. И это более понятно. Есть другая вещь, которая происходит постоянно. Мы не даем себе это отчета. Но это постоянный предмет приобретения вещей, которые являются уникальными, которые являются редкими, которые, по большому счету, или мало, или никакой пользы нам не приносят. Но это является порывом человеческой натуры. Приобретать вещи, чем драгоценность измеряется в редкости, чем ее меньше, тем более драгоценная. Допустим, драгоценные металлы, драгоценные камни. Никакой пользы не приносят. Какая от них польза? Окей? Если сверкающие. Но есть другие сверкающие вещи, которые очень дешевые. Допустим, часто даже в магазинах продаются, мы не даем себе отчет. Есть, допустим, можно купить, скажем, гранит. Человек идет в магазин, он покупает гранит. Есть разный вид гранита. Есть гранит, который очень редкий гранит. А есть, который очень дешевый. Он всегда пол Китая завален этим гранитом. Он везде есть. Какой будет дороже, который редкий? Тот, который дороже, редкий, он всегда красивее. Как бы наше представление, он по качеству и по его, как бы, ничем не уступает. И даже по его, по его эстетике он может ничем не уступать. Но только потому, что на редкие люди платят. Они не покупают, зачем ему дешевый гранит, который у всех есть. Он хочет купить тот дорогой, который ни у кого нету. Или это будет в форме одежды или других вещей. Мы покупаем и стремимся к вещам. Это структура человека. Стремиться к вещам только потому, что многие вещи говорят, ой, выпустили только 500 в мире. Ну и что? Если даже выпустили бы только одно, она никому не нужна бесплатно. Но только потому, что его выпустили 500 или тысячу, или только лимитированное количество в мире, это делает эту вещь драгоценной. Только потому, что она имеет исключительный доступ. Не всем она доступна. И это вещь, к которой мы стремимся. Скорее всего, идея, почему это так. Причина, почему мы стремимся к полезным вещам, это понятно. Потому что, как бы, мы стремимся к полезным вещам. Это вещь, которая необходима. Каждое существо стремится к необходимому ему. И вещи, которые нам необходимы, которые полезны нам, это естественная вещь. Почему мы стремимся к уникальным вещам? Потому что, каждый человек хочет в глубине своей натуры быть уникальным, выразить свою натуру. Как бы, естественное проявление это, это через его службу Всевышнего, через нашу, та духовная часть. Мы говорим, что сегодня у каждого человека есть своя буква. Или, по крайней мере, элемент буквы. Он является уникальным. Поэтому, внутри человека заложено стремление к уникальности. Вещи, которые только его, это его проявление. Как бы, другого такого, как он, нету. И действительно, его нету. Потому что, так же, как в Завете, если нету одного Завета и что 13, вся система становится мертвой. Она уже не живая, она неорганическая. И если в той пропущена кусочек буквы, вся вторая не кошерная. Как бы, это неплохая вещь, но для чтения Торы, как кошерная Тора, она уже не годна. Потому что, без одного человека, без этой уникальности, это стремление подсознательно, как оно есть, выразить нашу уникальность. Дешевое проявление этого стремления выражается в предметах. Когда мы не можем выразить нашу уникальность, нашей души, пускай машина будет уникальна, пускай хоть одежда, хоть часы, хоть что-то будет уникальное. Если я не могу сверкать своей внутренностью, я хоть чем-то засверчу, у меня хоть чем-то, у меня будут кроссовки уникальные, никого таких нету. Как бы, хоть что-то у меня есть уникальное. Но это два стремления натура человека. Или стремление к вещам полезным, или стремление к вещам уникальным, которые, ихняя ценность измеряется в том, сколько их вообще измерить. Чем их меньше, тем они большее ценение. Хотя польза от них может быть или никакой, или минимальная польза. Тора описывается двумя прилагательными. И как драгоценная вещь, и как весь жизненная. Жизнь – это самая полезная вещь. Она включает в себя все. И она более драгоценная описывается, чем драгоценные камни. Когда мы не принимаем Тору, это самое большое унижение Тору. Потому что, мало того, что она полезная, мало того, что она является уникальной и дает нам возможность уникально прорвать себя. Всевышний за нее еще в накладку предлагает вознаграждение. Как бы обычно. Чем вещь менее желательная, чем более шерстет зарплату для ее исполнения. Вещи, которые люди и так и так хотят сделать, они ничего не оплачивают на должности. Потому что люди бесплатно об этом сделали. Вещи, которые люди не хотят делать, им за это платят деньги. Тут Всевышний дает нам и полезную вещь, и уникальную вещь, и еще ни с какой стати дает нам за это вознаграждение. Когда мы все эти вещи угноируем, это становится то, что традиция говорит, что ежедневно из горы Хоров, в которой есть две горы, которые тоже, мы, к сожалению, не знакомы, мы говорим о горе Синай. Гора Синай – это там, где Всевышний выразил и дал Мойши Тору. Еврейский Ладия находился на смешанной на прилегающей горе Хоров. И говорится, традиция говорит, что каждый день из этой горе Хоров, где находился еврейский Ладий, раздается голос Всевышнего, что смотри на мою Тору, которую ежедневно унижают. Чем ее унижают? Тем, что ее не принимают, тем, что в ней нету интереса. Тору – это вещь, которая имеет три потрясающих аспекта. Она является уникальной, она является полезной, и к тому же за нее еще и хорошо, это еще высокооплачиваемо. И когда мы игнорируем все эти три аспекта, это является унижением Тору. Скажите, пожалуйста, а вот если один из заветов убрать из Тору, все разрушается, а как же человек, ни один человек вообще-то не может все 613, и как? Это очень важная идея. Когда мы говорим о том, что убрать историю, это имеется в виду, что человек убирает это и дисциплины. Он говорит, что это вещи это не Всевышний создал. Человек просто по слабости своего характера нарушил заповедь, или не смог ее использовать. Это не нарушение, это нарушение, но это не убивая структуру. Потому что пока человек признает, что она существует, это часть системы, я к этой системе принадлежу. Просто человек, он человек, он не может всегда делать на 100%. Не один человек, мы не ангелы, даже ангелы бывают, у них осечки явно у нас. Поэтому постольку, поскольку организм, живой организм, любой живой организм, он живой организм, он не всегда делает все, что ему нужно, иногда он поленился, иногда он поехал на ножицы, или разбился, он всегда делает глупые вещи себе живо вред. только потому, что человек сделает себе во вред он живой организм. Потому что он признает интегральную структуру себя. Структура осталась, здесь повреждение, организм такой, он может себя воспроизвести. Это часть организма, что есть понятие возвращения. Чува, это не покаяние, это возвращение. Человек может вернуться на искаженную форму, человек поломал себе руку, сживет, человек себя порезал, зарастет. Пока человек признает, сознание признает 613 органов и аспектов организма, человек может себя реабилитировать. Но как только он нарушает внутреннюю структуру и начинает или отказывать, или приписывать корню генетическому, когда он начинает играться с генами, это уже опасно, это невосстановимо. Пока гены есть правильные, все ДНК не нарушено, тогда поведение можно исправить. нарушенный ДНК это порог, который очень трудно исправить. Это гарантия разложения всего организма. Если примитивно подойти к этому вопросу, так можно сказать, если я скажу, а, этот завет никуда не годен, это не завет, я не хочу его исполнять. Это одно, а если сказать, ух, я дурак, не исполнил этот завет. Пока у человека есть сожаление. Это примитивный подход. Пока человек имеет сожаление, пока у него есть стыд, у него есть сожаление, его структура сохранена, просто он не нарушил, как бы это, это не развал организма. Идем дальше. Есть понятие, которое говорит, что в этом мире нет вознаграждения, потому что, когда мы говорим о грядущем мире, у нас совсем другая валюта. Если представить себе автомат, который выдает или газированную воду, или какие-то пакеты с печеньями, и у человека есть 100-долларовая купюра, она не лезет в этот автомат, потому что у него нету сдачи, он не может комментировать такую валюту на те дешевые предметы, которые в этом мире есть. Этот мир, это является автомат с более-не-менее дешевыми вещами. Хотя, у тебя, дорогой дом, это дорогая машина, дорогая одежда, но это все дешевые предметы. Поэтому вознаграждение грядущего мира невозможно разменять в этом мире, потому что это не соответствующая валюта. Как бы структура валюты этого мира и структура валюты грядущего мира, это непосягаемая нам разница в них есть. Нельзя конвертировать одну в другую, они просто не лезут в этот автомат. Следующая вещь. Каждое слово Тора несет каждый орган человека, каждый здесь имеет своя фабрика, каждое слово Тора имеет свой вклад и является своим заветом. Это является пользой, который автоматический вклад в наш банковский счет. Каждое слово изучения Тора, каждый завет, который мы исполняем, это автоматический банковский счет, который невозможно заменять в этом мире. Поэтому это не просто человек или все, или ничего. Я не могу весь день что-то исполнять или изучать, тогда на что же я гожусь. Каждая попытка, каждая минимальная попытка это является своего рода вкладом. Более того, есть интересная идея, которая говорит, что на первый взгляд это недоступно на медием, но у него есть доступное выражение. Каждое действие человека позитивное, оно порождает ангела позитивного. Идея здесь такая, что в начале мира тоже все вышли создавал определенные силы, которые пришли в материю. Наши действия тоже создают позитивные силы. Выражение этого, интересное выражение этого, это при одном из самых героических поступков, поступков, которые какой-либо человек одолево сделал. Это когда врагом принес своего, готов был принести своего сына в жертву, ангел вызвал к нему и говорит так, «Антуи, дайте, вот теперь я знаю, что ты ничего от меня не утаил, ничего от меня не воздержал». И если мы посмотрим на буквальное, как бы человек в пять лет начинает от меня, имеется в виду он говорит от лица Всевышнего. Но самое глубокое выражение мы говорим начинается в буквальном смысле. Говорит ангел, не Всевышний. Поэтому глубокое выражение этого текста это от имени ангела, от имени Всевышнего. Говорит ему ангел, который вызвал, который говорит, вызвал к Абрахому ангел с небес и говорит, «Вот теперь я в переносном смысле, который является уровень возможностей выше пятилетнего, как бы это является базовое значение тоже, что Всевышний говорит от имени ангела, но более глубокое значение говорит в дословном переводе, что это ангел говорит. Ангел говорит, «Вот теперь я вижу, что ты от меня, от ангела ничего не утаил». Это значит качество твоего действия. Каждое действие стоит ангела. Твое действие было на сто процентов. Откуда я это знаю? Потому что я тот ангел, которого ты только что создал. Я не хромаю, я не хвораю, я не калека, я является полноценным ангелом. Вот теперь я знаю после твоего действия, что я является полноценным, как каждое действие что-то создает. Качество, в зависимости от действия, у Авраама был стопроцентный ангел, он говорит, он знал этот ангел, что от него Авраам ничего не утаил, он сделал на сто процентов. Наши действия не действия Авраама, но они все же создают. Может быть, наш ангел хромает. Да, пополиченные, несчастные. Да, может быть, ему нужно обратиться к... Отрицательные действия. Тоже создают, разрушительные силы. Любое наше нарушение создает болезни, болезни духа. Это микробы, это... Это не ангелы, а антиангелы. Да, тоже это силы, которые нам мешают. Как это, не ангелы? А ангелы, есть же ангел смерти, есть позитивные силы, есть негативные силы, которых мы создаем при действии. Мы их не видим, когда мы говорим, что есть начало и конец. В начале и в конце все очевидно. В промежутственной части вещи, которые происходят, они не очевидны. Мы не видим ангелов, мы не видим те силы, потому что нас отвлекает дуга настоящего. Дуга настоящего это очень такая действительность в очень раздутой форме, так же, как человек на земле. Он не видит окружность земли, он не чувствует вращение земли, потому что настоящее настолько раздуто, настолько далеко от источника и далеко от конца, будем надеяться, что масштабы настолько возрастают, что мы не видим того, что происходит, мы просто теряем с этой связи. Но это не значит, что это не происходит. Как бы земля вращается, земля движется, есть процессы, которые происходят, просто они незаметны на данном этапе. А может быть, мы, вообще-то говоря, мы ощущаем и видим болезни и всякие проблемы и так далее, просто мы неправильно интерпретировали, мы не понимаем. Это часть нашего непонимания, когда мы видим определенные следствия и не понимаем причину этого следствия. Мы иногда понимаем причину, иначе бы мы не молились, не просили прощения. Мы видим свои грехи, мы видим свои беззакония. И даже Давид болелся, прости мои грехи и беззакония. Давид — это не простая смерть. Так как бы мы не видим, Давид видел, Давид — это не эталоном поведения. И мы видим тоже, мы же тоже прощения просим. И друг у друга... Возьмем две последние идеи, у нас остались две идеи, чтобы их хоть немножко покрыли. Значит, мы говорим, что в самой Торе есть тоже добавочные два спектра структурных. Есть исполнение заветов, а есть изучение Торы. Они очень дополняют друг друга. Исполнение заветов приносит духовную помощь по помощи человеку мгновенно. Но без изучения Торы у них нету продолжения. Допустим, это нету... У Аврагома было много учеников, которых он заразил исполнением заветов, но они все пропали, потому что только своей генетике он передал продолжение. Продолжение — это, допустим, ведь у нас есть свеча. Это завет. Нер Митсва. В пророках используется выражение свечи как завет. Это вспышка. Это вспышка духовности. Без Торы у нее нету топлива. Это просто вспышка, которая погаснет. Потому что завет или это соблюдение субботы, или это уважение к родителям, или это помощь бедному, или это диванит вели, это вспышка. Она дает нам определенную вспышку духовную. Но без структуры, без изучения Торы, если нету подачи постоянного топлива, она погаснет. Завет — это как лакомство. Но без хлеба не будет насыщения. Это продолжение. Это насыщение. Это структура. Тора является структурой. Изучение Торы дает нам необходимую структуру, которая гарантирует продолжение насыщения, продолжение пламени, продолжение структуры. На этом пути, на пути исполнения заветов и изучения Торы есть три основных недуга, есть три основных канавы, которые нам очень мешают. Мы сказали, что уникальная часть человека — это совмещение тела и души. Наша первая канава, наше первое шлагбаум, первое препятствие, которое стоит на пути нашего роста — это детское состояние. Ребенок, когда рождается, он только поглощен успехом своего тела. Ему главное, чтобы он вовремя поел, был не сыт, был сытый, не жаждовал, чтобы у него было комфортное состояние, чтобы у него не холодно было, не жарко, чтобы у него было состояние тела оптимальное. Как только состояние тела не оптимальное, начинает плакать. К сожалению, есть люди, которым 30, 40, 50 лет, 60, 70, которые остались детьми, которые находятся в состоянии требования тела. Пока и постольку, поскольку мы находимся в детском состоянии требования тела, мы идем назад. Мы идем от духовного развития. Мы даже не нациклились, мы просто идем от духовного. Мы должны быть совмещением души и тела, но пока мы находимся только в теле, мы не... Мы просто... Для нас закон души это иностранный язык. Мы его слышим, но мы ничего не слышим. Это только проходит мимо наших ушей. Пока человек вовлечен в состояние тела, все лекции, все понятия он принес с книжного магазина замечательную книгу Тора, но пока он занят своим обедом, эта книга останется на полке навсегда. Он может и перечитать и выучить и наизусть, но никакого эффекта на него она произвести не может. Это первое препятствие. Первое препятствие это привязанность к гулу тела. Какое тело создает гул, и пока этот гул не притушен, пока мы находимся на детском уровне развития, тогда у нас даже первого шага нет. Это первая канава. Вторая канава, когда мы постарше уже, мы произошли от влечения тела, опасно следующее, это уже мы не идем назад, но это отсутствие движения вперед. Мы просто вращаемся на том же месте, у нас есть отсутствие фокуса. Мы проводим время в болтовне, в потере времени, из пустого в порожнее, туда-сюда, как бы мы не двигаемся с места, это ветер. Первое увлечение это увлечение не элементы земли воды, жажды, жажды тела. Тело жаждует и оно просит улетворения. Второе, это увлечение воздуха. Воздух, он просто переносит вещи с пустою в порожнее, как бы он метает вещи никакого результата. Это вторая канава. Вторая канава, когда мы уже не движемся назад, мы стоим на месте, просто буксуем на месте, пустое в порожнее, проходит дни и месяца никакого сдвигания. То, что мы сегодня сделали? Ничего не сделали. Там покрутили, там посмотрели, как бы день прошел, ночь прошла, никакого движения не произошло. Это лень, это пустомелье, это просто потеря времени. Это вторая канава, которая мешает нам сомкнуть с тела и душу, сомкнуть землю и небеса. Третья канава. Третья канава, когда человек уже наконец-то сдвинулся с места. Он уже не идет назад, он уже не стоит на месте, он уже идет в правильном направлении. И вот он уже начал свой подход к заветам Тора, к изучению Тора. Он уже в правильном направлении. Третья канава, это мы ожидаем успеха мгновенно. Как только мы открыли книгу, мгновенный успех. Как только мы открыли книгу, мы уже будем знатоками. Как только мы начали делать какое-то позитивное действие, мы уже про нас будут печатать во всех газетах. Наше ожидание, мы подсознательно знакомы, что даже в светском образовании для того, что человеку доучиться для какого-то образования, приобрести какие-то навыки, это не требует одной минуты или двух. Это требует долгого пути, любой финансовый успех. Человек не может открыть бизнес, и на него деньги не посыпятся. Любой успех, будь ли это для финансового, будь ли это оздоровление, любое начинание требует долгих усилий и времени. мы не можем ожидать мгновенного успеха, но в духовном отношении мы ожидаем мгновенного успеха. Как только мы пойдем по правильному пути, у нас нет выдержки, нет терпения, нет усидчивости. Это требует многих лет сильного применения, это требует много усилий. И третья канава, которая нам мешает, это ожидание мгновенного успеха. Но с другой стороны это хорошая новость. Когда человека гложет это чувство, что вот я уже пытаюсь, пытаюсь, у меня ничего не получается. Это само по себе значит, что он уже находится на третьем уровне, потому что человек на первом уровне или на втором уровне его ничего не гложет. Он или двигается на месте назад, или он себе спокойно буксует на том же месте 50 лет, но его никаких угрозений и совести не гложет. Когда человек начинает загрязать совесть, что я вот молюсь, молюсь, но никакого понимания молитвы у меня нет. Я учу, учу, делаю один шаг и два забываю. Как только у человека начинаются, как только он попадает в третью канаву, это уже хорошая новость, потому что они находятся в первых двух. Это требует его разочарование, это является симптомом определенного прогресса, что он находится на третьем уровне развития, что само по себе немаловажно. А является ли это признаком гордыни, потому что мы настолько несовершенны, и мы не можем достигнуть высшего уровня, поэтому когда недоволен до такой степени собой, это в какой-то степени или нет. это часть дурного начала действует по двумя различными путями. Одно, она говорит, что то, что ты делаешь, и все не получается, или у кого-то получается лучше. Это два аспекта того же, или ты просто неудачник в этой стихии, если ты неудачник, зачем тебе там находиться, ты должен переключиться в что-то другое, где тебе более-более успех будет, зачем тебе стараться учиться, молиться, делать добрые дела, когда ты в других вещах может быть более преуспеешь, как бы это одна тактика, или тактика, что говорит, так, может быть, у тебя что-то даже получается, но смотри, у других получается намного лучше, почему у меня получается как у них? Это два похожих голоса, которые говорят очень похожие, но к тому же к концу не стараются повести, что по этому пути лучше не идти, лучше съехать с этого пути и пойти по какому-то другому пути. Идти себе в другую? Да. Но это не грех вообще. Это, 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 сам по себе это не грех, это необходимое препятствие, которое нужно превзойти. Это трудность. О каких трех вы говорите? Опять-таки, первое, это гул тела, когда тело влечет в себя, второе, это гул воздуха, когда ничего человек не делает, просто с пустого порожня, а третье, когда он уже идет по правильному пути, но он ожидает мгновенных результатов, что он не готов к продолжительному пути. Нет терпения. нет терпения. Нет терпения. нет терпения. Нет терпения.